Канулезоклеточные опухоли 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 35% случаев этой опухоли, в отличие от эпителиальных опухолей, которые встречаются, наоборот, чаще мы видим, что эпителиальные опухоли 3-4 стадии в большинстве случаев, и не более 30% приходится на ранние стадии опухоли. 36%. Если мы говорим о распространённой гноролитической опухоли, то более 80 метастазов этой опухоли обнаруживаются в малом тазу и в брюшной полости. И крайне редко мы видим изменения в тазовых лимфатических узлах. По данным различных авторов, число случаев с метастазами в лимфоузлы не превышает 5-6%, при том, что если была выполнена оптимальная циторедукция с оптимальным стадированием. Поэтому, согласно рекомендациям НССН, рекомендациям ЭСМО в отношении лимфоденоктомии при стромально-клиточных опухолях, лимфоденоктомию можно не проводить во всех случаях гноролитической опухоли взрослого типа, если отсутствует аномалия или гиперплазия лимфатических узлов по данным лучевого исследования до операции или при ревизии брюшной полости из-за брюшинных лимфатических узлов. И последние публикации о частоте метастазов в лимфатические узлы при стромально-клиточных опухолях также поддерживают эти рекомендации НССН и ЭСМО. Рекомендации Минздрава России аналогичны в отношении удаления лимфатических узлов. Рекомендуется проводить лимфодиссекцию тазовых и параортальных лимфатических узлов только в случае выявления их увеличения, в случае подозрения на метастазы при визуализации. Что касается локализации метастазов при рецидиве брюшной опухоли, то они так же, как и при первичной опухоли, чаще локализуются в малом тазу и в брюшной полости. И по описанию многих исследователей, рецидивирующая грудной лимфатический опухоль склонна к перитониальной диссеминации по брюшной полости. Описывают ситуацию, что и полностью я согласна с этим, и мы это наблюдали, что рецидив сначала возникает в малом тазу, затем в брюшной полости, печени, тонкой кишки, лёгких и костях. И чаще это множественные метастазы, довольно часто это где-то около 40%. И в тазу обычно локализуется до 70% рецидивов брюшной опухоли. Пятилетняя выживаемость грудной лимфатических опухолей по данным метаанализа различных авторов также, в общем-то, выше при грудной лимфатической опухоли по сравнению с эпителиальными опухолями. Но при первой стадии она примерно совпадает с эпителиальными опухолями, но достигает часто 95% и выше. А вот что касается третьей и четвёртой стадии, то здесь значительно выше пятилетняя выживаемость по данным различных авторов. Ну вот, пожалуйста, здесь отдельно приведены данные различных авторов, и вот показано, что пятилетняя выживаемость достигает 95% при ранних стадиях заболевания и около 40% при третьей и четвёртой стадии заболевания. Каковы же факторы, которые влияют на пятилетнюю выживаемость? Ну, большинство авторов считает, что, конечно, прежде всего стадия заболевания, но это при любой злокачественной опухоли стадия заболевания является основным прогностическим фактором. А вот здесь приведено исследование итальянской группы МИТО, опубликованные данные были Манджили в 2013 году, что здесь показано, что стадия заболевания достоверно влияет на прогноз, тогда как другие опции, такие как адъювантная терапия, остаточная опухоль, лимфоденоктомия при полном стадировании. И размер опухоли не влияет, по этим данным, не влияет на прогноз заболевания. Что касается исследований других авторов, то помимо стадии заболевания, некоторые авторы всё-таки говорят о том, что наличие остаточной опухоли достоверно влияет на выживаемость таких больных, на пятилетнюю выживаемость таких больных. Что касается повреждения капсулы во время операции, то данные авторов разноречивы, как и данные относительно размера опухоли. Что касается лимфоденоктомии, то все авторы однозначно пришли к выводу, что лимфоденоктомия при данном заболевании не влияет на прогноз. Что касается проведения адъювантной химиотерапии, которую мы обязательно применяем при эпителиальном раке яичников, то в отношении гранулезочной опухоли яичников данные авторов разноречивы. И окончательный вывод не сделан в отношении адъювантной химиотерапии. Ну вот, пожалуйста, здесь приведены наши данные. Здесь влияние стадии заболевания достоверно на выживаемость. И у нас всё-таки получилось, что разрыв капсулы во время операции влияет на прогноз гранулезочной опухоли яичников. Эти опухоли довольно поздно рецидивируют, в отличие от эпителиальных опухолей. В литературе описаны ситуации первичного рецидива данного заболевания через 20 и даже через 40 лет после первичного лечения. И, конечно, рецидивы чаще возникают при распространённой первичной опухоли. Но они бывают и при ранних стадиях заболевания. Здесь показано, что очень длительный может быть безрецидивный период при данном заболевании. Длительность безрецидивного периода уменьшается при следующих рецидивах. Это опухоль при первичном рецидиве. Это в среднем, по нашим данным, получилось более 73 месяцев. Длительность безрецидивного периода, второй рецидив возникает уже в сроке примерно меньше 50 месяцев. И третий рецидив обычно возникает быстро, где-то через 14 месяцев. Средние у нас получились данные по нашим пациентам. А что касается влияния адювантной химиотерапии, то мы не обнаружили влияние адювантной химиотерапии на возникновение рецидивов. Что касается лечения рецидивирующей гнозочной опухоли, то при возникновении первичного рецидива мы обычно таких больных оперируем, учитывая, что даже как и адювантная химиотерапия, так и первичная химиотерапия рецидива заболевания, мы представляем, что это, как и другие авторы, что эффективность ее достаточно низкая. И при возникновении первого рецидива мы, 20 больных, проводили хирургическое лечение в сочетании с адювантной химиотерапией. Где-то 59% получали первичное хирургическое лечение. И у них из этих больных у четырех сочетаний операции с лучевой терапией у нас были наши данные. И у 30% сочетаний только химиотерапии без операции. При нашем исследовании мы не обнаружили влияние видов лечения на возникновение второго рецидива заболевания или на беспрогрессивную выживаемость. Но это связано, наверное, скорее с малочисленностью пациентов, групп пациентов, которых мы исследовали. И мы обнаружили, что с беспрогрессивного периода было несколько, но недостоверно больше при выполнении оптимальной циторедукции и независимо от приведения схемы адювантной химиотерапии. Что касается рекомендаций НССН по адювантному лечению злокачественных опухолистромом полового тяжа, то также в этих рекомендациях можно при выполнении первичного лечения рекомендуется операция, сохраняющая фертильность у женщин деподуктивного возраста с последующим наблюдением. И если не предполагается фертильно сохраняющая операция, то стадирующая операция. И при первой стадии и низком риске рецидива заболевания наблюдение без проведения адювантной терапии. При первой стадии высоком риске, в высоких факторах риска, в котором относятся высокий методический индекс, разрыв опухоли и неполное хирургическое стадирование, хотя, как я вам показала, что удаление лимфоузлов не влияет на результаты лечения и может не проводиться, то рекомендуется либо наблюдение, либо химиотерапия на базе платины. Что касается рекомендаций ЭСМО по лечению грузовичных опухолей взрослого типа, то они аналогичны рекомендации НССН. То есть при ранних стадиях рекомендуемые опции у молодых репродуктивного возраста может быть фертильность, сохраняющая хирургия, или радикальное лечение при постменопаузе, и активное наблюдение, возможно, при ранних стадиях. И адювантная терапия остаётся только для распространённого процесса. Рекомендации Минздрава Российской Федерации по адювантному лечению злокачественных опухолей выглядят следующим образом. При первой АБ стадии адекватного стадирования опухоли стромополового тяжа рекомендуется наблюдение после хирургического вмешательства при размерах опухоли более 10-15 см. Здесь, видите, учитывается влияние размера опухоли на выживаемость этих больных. При первой стадии при наличии факторов высокого риска рецидива рекомендовано проведение адювантной химиотерапии. Ну, в общем-то, в принципе, эти рекомендации соответствуют рекомендации НССН, рекомендации ЭСМА. И также к факторам высокого риска при первой стадии заболевания согласно нашим рекомендациям относится разрыв опухоли стадии 1С по сравнению с стадией 1АБ, низкая дифференцировка опухоли, размер опухоли свыше 10-15 см. И адювантная терапия первой линии при 1С4 стадии при опухоли полового тяже включает в себя 3-4 курса химиотерапии по схеме БЭП или 6 курсов химиотерапии по схеме карбоплотин-паклитоксел. БЭП всё-таки или ТСИ, или паклитоксел с карбоплотином. В настоящее время гинекологическая онкологическая группа ГОК проводит рандомизированные исследования 2-й фазы, результат которого пока ещё не опубликован и предполагается, что он будет опубликован в 2024 году по сравнению влияния схемы ТСИ в отношении более токсичной схемы БЭП на беспрогрессивную выживаемость у больных глюзочных мох боли взрослого типа. Ожидается, что схема ТСИ может быть связана с относительно более низкой токсичностью и схожей беспрогрессивной выживаемостью по сравнению с схемой БЭП. Что касается гормонотерапии, поскольку глюзочные опухоли – это гормонозависимая опухоль, то патогенетически, конечно, оправдано использование гормонотерапии, поскольку она обладает более низкой токсичностью по сравнению с химиотерапией. Но у нас, вот наши пациентки, которые были у нас под наблюдением, они получают тамоксифен по поводу глюзочной опухоли в сроке от лёда 65 месяцев. У всех пациенток после применения тамоксифена наблюдалось снижение уровня онкомаркеров, и только у одной пациентки мы отмечали длительную стабилизацию процесса по измеряемому очагу в течение 65 месяцев. У двух пациенток через 3 месяца приёма тамоксифена отмечено прогрессирование глюзочной опухоли по критерию ЦИСТ-1.1, и последние были переведены ингибиторы ароматаза, которые они получают в течение 5-8 месяцев до прогрессирования. Наши данные свидетельствуют о возможности длительной стабилизации заболевания на фоне применения гормонотерапии, хотя опыт применения, конечно, этих препаратов, он ограничен, и несмотря на то, что в литературе имеются данные, в частности, Гершинзон много публикует, о гормонотерапии, глюзочной опухоли взрослого типа. Спасибо за внимание. Представленные данные, они опубликованы были нами, нашей группы автор в 2019 году, вы можете их прочитать в журнале Формотека, который есть в интернете. Спасибо за внимание. Продолжение следует...